Здоровенькие были подписчики группы Музея Мопеда Раритета и группы Мопеды и Мотоциклы СССР. С вами Илья Механик. И сегодня будет запущен очередной конкурс для моих любимых подписчиков. Как админ этих двух групп я и любитель старой техники люблю поделиться своими наблюдашками. Как только ли судьба дает мне такой подарок, держать в руках свою такую технику. И вот перед вами, казалось бы, там в чем-то будут родственники. Два мопеда Рига-1, 1963 года и Ява-555, спорт 1962 года. В общем-то интересное наблюдение с моей стороны будет в следующем. Рига-1, по факту, как и большинство, кроме Советского Союза, была явлением копипасты. Но чего копипаста? Чешской Явы. У меня концерна мопедов, который выпускал концерн Ява на тот момент. И банально доказательством того, что мы можем взглянуть на заднее колесо. Обратите внимание на ступицу. Видите, как спицы головки, спицы заведены. Обратите внимание на реактивный стопор. Посчитаем ребра на барабане. Раз, два, три. Три ребра, то есть такой у нас такой же. И теперь то же самое мы сможем с вами грануть на Ява-555. Обратите внимание на ступицу. Тоже колеса 16-е, уже тут не 19-е. У стадиона были 19-е. Считаем ребра. Раз, два, три. Смотрим на реактивный рычаг. Точно такой же. Даже тормозной барабан в чем-то силуэт повторяется. Разобрать внутри я сейчас не смогу показать, как с колодками устроен. Видим, да? Идем в дальнейшем наперед. Тут у меня неродной тормозной стоит. И, как мне подсказали, у меня даже эти перевелки перевернуты. Теперь смотрим на крышечку. Мы видим точно такой же, как и сзади, барабан. Раз, два, три. Только под 19-е колеса заспитовано колесо. 36 спиц. Крышечка. И теперь смотрим на Ява-555-62-го года. Оба-на! Точно такая же крышечка. Очень-очень похожий барабан. Тоже 36 спиц. Раз, два, три. Те же самые три ребра. Идем дальше. Вилка передняя. До смешного будет доходить. Смотрим на упор. Это на Риге. То есть упор на раме. Вот где он находится. Подносок. Смотрим на Яву. Такой же самый конструктив вилки. Ну, упор чуть конструкция другая. На стадионе, как мне подсказывали, аналогичный Рижскому. Но, сам упор именно на вилке. Один в один. Схема повторена. Ну и напоследок. Как говорится. Всем известный цилиндр ША. Залог. Маленький, миниатюрный. И, в общем-то, конкурс, в какой-то мере, будет байково-гадайка. Победителем окажется тот, кто назовет, вот с чего именно, был скопирован вот этот вот цилиндр и головка. И мотор, так вот, подсказка небольшая, которого появились уже впоследствии там, в середине 80-х наши В-шки, появился на светлок в 57-м году. Но, цилиндр на него уже был скопирован. Назовите мотор, которого был скопирован вот этот цилиндр. Все, жду ответов. Всем пока.